Ну ладно, рискнём. Я, наверное, не знаю, буду чередовать или не буду, или просто этот стрим сделаю с такой музыкой. Ну, игровая музыка, она, конечно, прям подбешивает. Не знаю, очень долго её терпеть, это прям тяжко. Так, а где карта? Я пришла сюда, и у меня осталось 4 комнаты. Музыкальная комната, библиотека, где мы встретим адвоката, или как его там, кабинет. А, я могу сразу в кабинет перейти, типа, ну ладно. Ой, Smoking Lounge, смотрите на неё. У дождя есть владелец. А, и чё началось? Чё? Нет, не тикай. Там собака. Что происходит? Блин, что? Нет, я умираю. Так, я увидела, где... Где тиканье происходит. Блин. Ага. Всё, понятно. Собака, блин, не гавкай. Она меня пускать не будет? Или почему она гавкает? Там этот адвокат уже умер, что ли, в кабинете? Собака не считается ловушкой. Да хватит со мной так общаться. Чё ты мне сделаешь? Сейчас только освобожу комнату и сделаю чё-нибудь обязательно. Ничего себе. Лол. Ай! Ай! Ладно. И я забыл. Ладно. Да прекращайте! Фигово изменяет Ловец Буби Трапов Ага Так, погодите Да как? Да собака не лай Так Что еще осталось? Этот угол? Это еще не все? Да блин, она бесит меня И гавкает, и гавкает Посмотреть на нее Нет А, блин, я по диагонали Мне плохо соображаю Короче, ладно Так, стоп Так, тут две А где еще? Не прячется от меня Ну там что-то Так, да что? Да заткнись, псина Так, это желтая Так, это желтая Да я нажимала Не гавкай Ладно, блин, надо телепортацию ставить В настройках Реально С ты Хайтбой Ну а что бы с ним Было По логике Преступника Если на него падает Сеть Типа что? Он поймал бы полицейского В сеть И убил бы его Блин, что-то тут так Дофига предметов Так Что-то Чего-то здесь не хватает Возможно Это Что? В магазине Починки Что? А, в смысле Отдали Ну На столе место Отдали В мастерскую Короче Починить Понятно Все Прекрасно Он под музыку Гавкает Слыш Это его Напугало Это самое Трусишко Короче Большая сиси Собака боится Колокольчиков Звучит логично Блин, я упустила Свой шанс Ткнуть на собаку И что бы он сказал Обидно Кто же знал Может перепройти Реально Перепройти Но я правда Не хочу Ладно Так, стоп Ну, можно В принципе Перестарт Но Решается А, я кстати Посмотрела Просто на Замедленном Замедленной Скоростью Вот Там, где Я скипнула Диалог И там Ничего важного Не было Он просто Сказал Что Если что-то Такое Будет важное То вы мне Расскажите Просто Этой Девушке Наследнице Опять Спой Нет Так, а Откуда Выход А, это Тоже В сад Он туда Не пойдет Да Там Шторм Я лучше Сначала Посмотрю Внутри Здесь Тепло Да ты Блин Настоящий Полицейский Еще Пончиков Себе Закажи О, это Крутая Библиотека Кстати Вообще Довольно Жалко Что Все Такое Мелкое Типа Обстановка Тут Довольно Прикольно Сделано Я бы Даже В Каком-то Пикселизованном Растянутом Виде Лучше Бо Посмотрела Покрупнее На все Возможно На Типа На старых Мониторах Смотрелось Поприкольнее Крупнее Так Я лучше Сразу Да Блин Мне все Ребя Кажется Что На Escape Вылезет Меню Но Меню Не вылазит На Escape Блин Да Отстанет Тут Единственное Вот То Что Всегда Эти Зеленые И Всегда Можно Знать Что Ловушка Будет В центре Зеленого Квадрата Это Прям Всегда А Там Останет Отстанет Отстанет Субтитры сделал DimaTorzok Окей. Ладно, я тут не знаю как. Да блин, насрали своими желтыми клеточками. Надеюсь, с собакой мы еще увидимся. Меня убила книга. Очень мило. Да блин, как так можно? Прекращай, плиз. Ой. Ммм. Не фуры. Чтоб я переродилась. Очередная книга убийцы. Блин, а тут я даже и не знаю. Да не мигайте мне тут. Я вам не разрешаю это делать. Блин. Две. Блин, у меня не осталось ошибок. Но остались жизни. А раз остались жизни, то проще своим трупом угадать ловушку. Так, ну, получается, тут... Это что там такое висит? Что это, блин, вообще? Вайпер луп? Что? Какая-то петля. А-а-а. Или надо посмотреть? Змеиная петля, наверное. Гадючная. Гадючная. Вдавка. Не знаю. Ну, в общем, петля я видела, как Факир такую использовал на каком-то шоу в Лондоне. Она может пригодиться в таком месте, как эта. Ну, то есть, это палка с затягивающейся петлей. Это удавка. Ну, я удавку представляю как просто. Короче, я не знаю, как это переводится на русский. Так, а что еще? Все? Блин, целая библиотека, и тут нельзя потыкать на книги. Вы чего? Я жестоко разочарована. Отвратительно. Так. Блин, мне все же кажется, что он на кого-то похож, но мы не вспомнили на кого. Ну, кроме тех, кого мы и так вспоминали. Милтон Мастер Вуд. А вы поверены, Мастер Вуд? Я главный инспектор Паркер из Скотланд-Ярда. Да, хорошо, что вы прибыли, инспектор. Я должен сказать, это облегчение видеть вас. Ну, это так и должно быть, сэр. Нам нужно поговорить. На доктора злого? Ну, нет. Немножко да, но все равно нет. А что происходит? Если я могу быть откровенен, сэр, а какого черта происходит в этом доме? Это место просто заполнило ловушками. Буби-трапы повсюду. Я знаю, теперь вы понимаете, почему я связался с вами. Иногда это малозаметные вещи, но... Малозаметные, ничего малозаметного в этом нет. Я боюсь, это направлено на новую наследницу, Мэйвендернот. Но... Ради моей жизни, инспектор, я не могу думать... Ну, точнее, я не могу представить, кто настолько злодей, чтобы хотеть убить бедного ребенка. Очевидно, кто-то хочет, чтобы она, в самом деле, была очень мертва. Это же началось только недавно, я предполагаю, с тех пор, ну, со времени ее прибытия. Конечно, это, ну, была смерть Норта Вандернота. Да, было и такое. Я бы хотела слышать больше насчет этого и насчет многих других вещей, если вы будете так добры, чтобы ответить мне на низко вопросов. Ох, конечно. Вандернот фэмили. Расскажите мне о генеалогии вандернотов. Мэй единственный прямой потомок. Ну, кстати... А реально, получается же, кроме нее никого нет. Все поумирали. У этого вандернота детей не было, он не женат был. Хотя у него испанская любовница там какая-то прибыла. Ну, нет, есть несколько отдаленных родственников в Уэльсе, но они никогда не имели особого отношения к этой ветве семьи. Вандерноты были прекрасные, устойчивые линии с, ну, долей эксцентричности, конечно, но... Немного потомков осталось, но будем надеяться, что если Мэй выживет, она совершит прибавление к семейному древу однажды. Мдауш, бедная женщина. Накидали на тебя богатство и титулы, и говорят, еще рожай, давай, а то все умерли. Вандеркок. Вандеркок это что-то под псевдоним из порнухи какой-то должен быть. И она племянница Норта Вандернота. Да, единственный ребенок у его старшего брата, Кларка. Кларк умер годы назад, и... Никто из нас никогда не встречал Мэй до прошлой недели. А если это не настоящее Мэй, это же какое-то... Прикиньте, это же какое-то... То прошлое, когда еще не было нормальных документов, когда люди могли просто сами себе новый паспорт нарисовать. Ну... Какие-то... Ну, типа, какие-то фотографии были, но... Не так это было развито, ее никто не видел никогда. Качество... Ну, это не еще, это ненадолго. Вообще, ну... Короче, не знаю, да. Мне кажется, имеет значение, в какое конкретно время стрим начать, но... Не знаю. В общем, никто из нас не встречал Мэй до прошлой недели. Понимаете, Кларк был наследником титула, но его отец не одобрил американскую актрису в качестве невестки. И Кларк сбежал в Нью-Йорк. Как бы там ни было, я думаю, Норд был более подходящим из них двоих в любом случае. Он был иногда очень упрямым, но сильным человеком. Мэнсмен. Мужицким мужиком. Привет, Анжел. Заигрывает глазами. Ну, вообще, да, есть. Ну, этот, наоборот, косится куда-то такой. Типа, я тут не при делах. Где-то Мээ-Мэй. Он проделал прекрасную работу с фамильным поместьем и... Чего? Голливентинг? Что? Привет, Шарп. Он завидует. Прикиньте, он лысый, а тут у чела такие усы и такие брови. Он такой... У-у-у. Волосы на лице. У-у-у. Разгуливать, шляться, пировать, интрижки. Боже, какое скакать верхом, какое разностороннее слово. Волосы на лице. Волосы на лице. Волосы на лице. Как перевести? Ну, ладно. У меня есть идея, что, типа, хоть он и много уезжал и не был, но все равно много сделал для поместья. Все, что ли? Эггертоны. А расскажите мне об эггертонах. Ну, в рамках закона, они постоянные обитатели замка. Барбара Эггертон была мачехой Норта, но Норт... Видимо, никогда ее не воспринимал, даже на минуту. Ну, между нами, говоря, Паркер. Отец Норт... Немного сдвинулся после того, как Кларк сбежал и мать мальчиков умерла. Возможно, он бы в другом случае никогда не женился на Барбаре. Я не произнесу слово охотница за деньгами, но... Что ж, Норт говорил это достаточно часто. В лицо Барбары Эггертон. Возможно, не в таких словах, но она была в курсе его отношения. Я... Я бы сказала, это было взаимно. Странно, что он все равно не мог ее выпнуть. Ну, типа, жена умершего отца... Ну, блин, пошла нахер. Тем более, если у них такая семья, обеспеченная, наверное, какой-нибудь коттеджик был поблизости, можно было туда ее выселить. В любом случае, когда отец Норт умер, единственное, что Барбара получила по его завещанию, это было маленькое пособие, видимо, и право для нее и ее детей жить в восточном крыле оставшейся жизни. Понятно. Значит, не мог выпнуть. Лол. Блин, папаша, конечно, такое завещание написал с одной стороны денег и не оставил, а с другой стороны оставил ее в замке, чтобы она всем жизнь портила всю оставшуюся жизнь. Не очень добрый поступок с его стороны. Она не была слишком довольна, эй. Да уж, она сражалась с этим как черт. Но завещание было в здравом уме написано. Я сам его составлял, видимо, или подписывал. Наверное, составлял все-таки. Она ничего не могла с этим сделать. Смерть Мэй? Не каркайте, блин. Мэй выживет. Кто может выиграть от смерти Мэй в Индернот? Привет, Собрашин, спасибо. Блин, опять что? Что так много людей обрекаешь на просмотр сапера? Мэй сама все поставила. Блин, было бы забавно, если бы Мэй была не настоящая. Было бы прикольно, но они вряд ли так сделают. Но на самом деле изображать вот эту забитую овечку, которая боится слова сказать, это же вообще не сложно. Прям абсолютно. Да даже американский акцент изобразить для тупых англичан, самовлюбленных, это тоже не сложно. Они вообще, наверное, не шарят. Так, кто может выиграть? В том-то и дело, инспектор, именно это и беспокоило меня или беспокоит. Никто в этом доме не получил бы выгоду. Семья в Уэльсе, возможно, они в курсе ситуации, как вы думаете? Ну, не могу представить. Насколько я знаю, никаких контактов между семьями не было многие годы. Но я рада, что вы об этом заговорили. Я должен заставить Мэй написать завещание настолько быстро, насколько можно. Блин, бедная Мэй. Что там такое? Понятно. Думать головой. Смерть Норта. Да, кстати, лучше бы смерть Норта расследовали. Какого фига здоровый молодой человек умер? Я полагаю, мне лучше услышать побольше о смерти Норта. Было что-то подозрительное в этом? Нет. Как вы, возможно, читали в газетах, расследование заключило, что смерть была вызвана естественными причинами. Это была коронарная недостаточность какая-нибудь. Не очень часто для мужчины его возраста, но не то чтобы об этом никогда не слышали, с другой стороны. Есть история смертей, ранних смертей от сердечных заболеваний в семье Вандернот. Нет, но все же немногие из предков Норта так много бегали, как он. Ну, скажем, вели такой активный образ жизни. И... Кто может сказать, что он там подцепил в этих зарубежных странах? Ба. Да уж. Ты-то сидишь тут, жопу не поднимаешь, наверное, не умрешь и ничего не подцепишь. Буби Трейпер? Короче, мастер ловушек. Есть идея, кто этот мастер ловушек может быть? Хотел бы я знать. Все, похоже... Ну, в равной степени кажутся неподходящими для меня, кроме... Да, я мог бы использовать ваше мнение... ...как знающего человека. Вы знаете, этот дом намного лучше, чем я. Не хотелось бы это говорить, но Франклин Эггертон должен быть подозреваемым. Он просто ужасно хорош с электрическими приборами и... ...всем таким, и... Он проводит все свое время, в общем, ковыряясь со всеми этими приборами в своем подвале. Конечно, это не делает его виновным. Я поговорю с ним сразу же. Спасибо. Эксцентричность вандернотов? Какие такие эксцентрики были среди семьи вандернотов? Ну, дед Норта был эксцедермистом. Любил это дело. Странная эта штука. Все из вандернотов имеют тенденцию быть немного одержимыми, как Норт и этот кровавый камень... А, да, наверное, там еще с камнем что-то завяжется. Он был просто... С ума по нему сходил? Ну, настоящая фамильная легенда это... Дядя Норта... Дядя Мортимер, блин. Дядюшка Морти. Дерьмист. Дерьмист в такси. У него был смертельный страх быть погребенным заживо. Он настолько этого боялся, что носил колокольчики и зеркала вокруг своей шеи. Чего он хотел этим добиться, я никогда не понимал. Блин, у меня мозг сдохла там. Ну ладно, сейчас я договорю. А что? Он что? Отличный разговор. Был погребен заживо? Блин, сто процентов, да. Святые небеса? Нет. По крайней мере, я так и не думаю. Он был в семейном склепе годами. Если бы он был погребен заживо, он уже точно был бы мертв сейчас. Так, ясно. Подкаты пошли. Уровня. Пикап-мастер. Да блин, вы закончите говорить или нет? Кровавый камень. Расскажите мне больше об этом кровавом камне, которым владел Морд. Блин, а Бладстоун имеется в виду его название? Или есть, например, ну насколько я знаю, например, есть Кровавик в русском языке, но он скорее как, ну не Бладстоун называется, он типа какой-нибудь там Гема Стоун. Гелиотроп. Кровавик, кровавый камень. А, значит все-таки есть Гелиотроп. Ну пусть будет кровавый камень, пофигу. Я полагаю, это было хорошее вложение, хотя это была просто огромная сумма денег. Но, в общем, нужно делать разные вложения и камень так известен, что он уже повысил свою стоимость на 20% после того, как Норд его купил. Что это за камень, в точности? Вы не знаете? Что ж, это Безупречный Рубин. А, ну значит Гелиотроп никакой. Безупречный Рубин один из самых больших в мире. Это довольно знаменитый предмет. Блин, читала я про лунный камень. Детектив. От одного известного писателя-наркомана. Надо перечитать, кстати. У меня, наверное, где-то книжка валяется. Я его прямо в детстве читала, нифига не помню. Она неплохая. По-моему, опту такая штука может вывести наружу худшее в людях. Вы же не предполагаете, что все это связано с кровавым камнем? Понятия не имею. А где эта штука хранится? Пойду-ка я ее украду. Блин, ну за камнем точно охотится дочка грабителя, который сидит в тюрьме. И дочка, скорее всего, либо это фальшивая испанка, либо горничная. Но вряд ли горничная, с другой стороны. Хотя... Гарри Поттера читала. Я бы с большим удовольствием Гарри Поттера читала в детстве. Мне очень жалко, что у меня не было такой возможности. Это как раз такой тип сказок, которые я любила. Примерно. Я вообще в детстве, не знаю... У меня такое ощущение, что я сказки потом наверсту уже попозже. В детстве я какие-то читала всякие приключенческие. И того же Кунан Дойла. Остров Сокровищ какой-нибудь. Ну тоже, в принципе, неплохие вещи. Так, ты чего жаловался? Так, где она хранится? Прямо здесь. Норт не позволил бы ему храниться каким-то другим образом. Есть довольно хороший сейф в кабинете Норта, вы знаете, и он хранится там. Никто не знает комбинацию, кроме Норта и меня. Интересно. Он очень интересный. Вот прикиньте, он работает типа поверенным семьи. На нем столько всего завязано. Он управляет, видимо, и деньгами. Ну, хотя он больше адвокат, наверное. Ну, короче, из этой семьи практически все умерли. Наследница молодая, ничего не знающая девочка. Он может просто забрать этот камень и уехать. Кто ему что сделает? Они даже не узнают об этом, в принципе. Они же, наверное, даже толком не знают, где хранится. Ничего. Гарри Поттер был суперкруткой номером. Так, никто не знает комбинацию. Но я вам ее не скажу. Я могу вас попросить показать мне камень позже. Я буду счастлив. Я буду уже в Мексике в этот момент. Все? Понятно. Так, тут больше ничего нету, да? Угу. Так, что у нас с музичкой? Ну, да. Плейлист не такой большой был. Ладно, вернем игровую. Я охота мне новый плейлист поставить. Угу. 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 Да, ну не хочу заново, тоже неинтересно. А это наше досье, мы типа вообще сможем это как-то использовать, это же досье на всех. Ладно. Так, это выход в сан, да? А, в кабинете камень должен быть. Блин, интересно, камень уже спиздили или как? Так, я запутался. А, мне надо еще раз отвернуть. А, я не могу сюда оттуда отвернуть? Ах, шестьдесят секунд. Да блин, я забыла, что надо правой кнопкой тыкать. Да прекратите! М-м-м-м. 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 Понятно. М-м-м-м. М-м-м. М-м-м-м. М-м-м. 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 М-м-м-м. 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 М-м-м. 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 М-м-м-м. М-м-м. Сеример, молодец Понятно, спасибо Ой, что это? Список известных воров драгоценностей Норд был параноиком Но в этом доме это только подходящее отношение Он, наверное, что-то раскопал Так, Мастервуд Типи истрю Так, это его адвокат Статус известных воров драгоценностей на июль О, а мы знаем год теперь, на июль 935 О, блин, а я вообще думала, что это немного более ранний период Это вообще Довоенная Классическая Классический период детективов Агаты Кристин Марк Мэтт-дог Дакота Освобождем Паролят Я так и не выучила Северная Дакота Известные кражи Использовав лошадь и лассо, чтобы украсть чемодан с драгоценностями Викантессы Гудо Пока она посещала Колорадо Был пойман и приговорен к 10 годам Дирк Чемберлен Дирк Засмирк Вот про него в газете мы читали В тюрьме Какой-то Харгайт Известные кражи Украл звезду Индии Из Британского музея И пытался шантажировать Ну, требовать выкуп за нее 25 тысяч долларов А почему в долларах? А не в фунтах Отбывает срок 30 лет Нихера себе Эрик Спиди Танс Заключение Ньюгейт Известные кражи Использовал Что такое Слейт оф хэнд? Почти современный Ну да А, ловкость рук Ничего себе Руку какую-то Карл у Клары Украл кораллы А Клару Карла Украла Клару Привет, Ктул Так Использовал Ловкость рук Чтобы украсть Драгоценности В опере Отбывает 10-летний срок Федерико Диего Ака Красная маска Блин, жесть Зоро А на пенсии Что? Мехико Знаменитые кражи В общем Попытался Притвориться Зоро На какой-то Обеденной вечеринке Чтобы украсть Бесценные Государственные Драгоценности Но ему Дали В общем Легкий переговор Теперь на свободе Ему 82 года Так Доктор Вилсон Вэмпер Вампир В заключении Нью-Йорк Знаменитые кражи Клиптоманьяк Вэмпер Украл Точнее Воровал Из домов Его А, то есть Он реальный доктор Из домов Клиентов Из высшего Общества Точнее Пациентов Включая Блин, а Эмбер Это янтарь Или что? Короче Знаменитый Камень Тигр Манчу Пожизненный Срок Отбывает Ничего себе Блин, ну Человек больной Был, если он Клиптоманьяк А что нам Это дает? Ну У Дирка Дочка Я все-таки Считаю, что Дочка Тут присутствует А вот этот Из Дакоты Чел Может иметь Отношение К этой Мэй И он И на свободе Да Ну 82-летний Из Мексики Вряд ли Имеет Отношение Остальные Все В заключении Ящик Заперт Ну Бывает Так Погодите А я что Ключ не подобрала Что? Где? Почему? А Вот Нашелся Дневник Дневник Должно быть Принадлежал Норту Вандерноту У меня есть Параноидальное Предположение Ну или Уверенность Что Кто-то Охотится За кровавым Камнем Иногда Я Хотел бы Чтобы Никогда Мне на глаза Не попадалась Эта вещь Я Даже Заставил Милтона Собрать Информацию Об известных Ворах Драгоценностей Но Большинство Из них Мертвы В тюрьме Или Неподходящие Кандидаты Никто Не был Замечен Нигде Поблизости От Острова Рэйвенкорт Но Все же Я уверен Что Есть Кто-то Кто-то Кому Нужен Камень Манчу Пить А почему Стол Еще Подсвечивается Я же Вроде На нем Брала А Наверное Просто Это что Китай Похоже Что Норд Вендернот Отметил Места Где он Был В общем Он явно Стер Много Подошв Не говоря Уже Один Кстати Он Не был В Китае А Китаец Какой-то Или Псевдокитаец Блин Он Был В Австралии Лол Зачем Он Стирал Деньги Он 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 Был Ненормальный Как Мы Знаем Так Все Что Давайте Все А Где Мы А Курительная Комната Еще О О Это Тот Китаец Сидит Подозрительный Да Блин Да Блин Хорошо Тут Не одна Жизнь Однако Было Бы Неудобно Чит Чит за Флаг Тут Какой-то Что Они тут Курят Интересно Да Да Блин Склад Грязь Аквадискотек Безопасно 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 Опасно Все Что Книжка О Ничего себе Безкайский залив Книга Что такое Референс Бук Это же Тип Карта Испании Кто-то Должно Быть Принес Сюда Из Библиотеки Чтобы Прочитать А Ну короче Книга Об Испании Не важно Это Наверное Псевдографини Испанская Хочет Создать Более Убедительную Историю О себе А это Собственно Может Она там Сидит А не Китаец Мне показалось Что это Китаец Эх Португалия Да нет Это Китаец Боже Зачем Они ему Такое Лицо Нарисовали Это же Трэш Какой Он реально Похож На Депа Причем Игру Делали В каком-то 2000 Каком-то Году Ну типа Он похож На Старого Депа То есть Тогда Деп еще Не был Таким Стар Извините Меня Сэр Да Как Помочь Честному Жентльмену Вот Не честному Скорее Как бы Благородному Но Представиться Без сомнения Вам Интересно Кто Я Нет Не говорите Пожалуйста Великий Фулинг Предскажет Эту Информацию Блин Нихера У него даже Посох Какой-то В руке Лу Достопочтенный Ну да Хорош О Да Это Для меня Ясно Можете Не говорить Я все Понял Но вам Не скажу Продолжайте Вы Старый Друг Норта Точнее Отца Норта Вандернота Нет Не он Нет Я только Проверял На самом Деле Вы Старый Школьный Учитель Норта Зачем Он это Делает Ну типа У него Конечно Есть шанс Угадать Но гораздо Больше шансов Лохануться Десять раз И составите себе Плохое впечатление Ладно бы у него Еще хотя бы Какая-то информация Была о гостях В доме Точнее о людях В доме Он бы Ну чисто Просто предположил Как бы Все Все шарлатаны Они обычно Просто пользуются Хорошими разведданными Скажем так Послушайте Я Я не старый Кто-то там Я главный Инспектор Паркер Скотланд-Ярда Вот и все еще Старый Хрыч Ох И как Великий Фулинг Должен был Знать это Норд Вандернорд А теперь Сэр Я полагаю Вы прибыли На похороны Какие У вас были Отношения С Нортом Вандернота Мы совершили Наше знакомство С Нортом В Шанхае У нас было Как вы могли бы сказать Психическая связь Мне кажется Он Без ошибок Говорит Он возможно Вообще Нифига Не китаец Ну это связь Должна быть Была довольно Сильная Если вы Могли предсказать Его смерть Невозможно Чтобы вы Проделали Весь этот Путь Из Китая За время В общем Со смертью Норта Ох Нет Нет Фулинг Видит Недопонимание Нет Я был в Ливерпуле Когда получил Новости В настоящее время Я совершаю Тур По Англии С моим Очень особенным Представлением Буби Трейпер Там кстати На горизонте Прошло Фулинг Не так ли Какая Какова ваша Профессия Сэр Я Известный Во всем мире Мастер Чудес Возможно Вы слышали О Фулинге Или Видели Рекламу Моих Представлений Я Волшебник Востока Нет Что же Значит Вы Маг Как это Ну ладно Маг Не так ли Маг О, это Плохое Определение Для Моей Особой Для моих Особых сил Я Десять лет Обучался С монахами В Шанхае Ну все Типичный Пиздобол Они Научили Скромного Меня Секретом Вселенной Это Так Это Должно Быть Удобно Ловушечник Как Долго Вы Остаивались Здесь Около Недели Кстати Странно Что Какой-то Непонятный Хрен С горы С Китая Псевдоволшебник И Адвокат Этот Поверенный Сказал Что ему Не кажется Что кто-то Кто-то Из присутствующих Может Расставлять Ловушки Назвал Только Сына Особая Вличная Магия Да Около Недели Я Прибыл Первым После Этого Несчастного Трагического События Тогда Вы Должно Быть Заметили Что-то Насчет Этих Всех Этих Ловушек Что Пожалуйста Означают Все Эти Ловушки Конечно же Боже Вы Заметили Что Тут Смертельные Ловушки По всему Дому Ах Да Это То Почему Я Остаюсь Так Преданно В общем Держусь Только В этой Курительной Комнате Я думала Что Что Только Дом Под Темным Облаком Есть Поговорка Плохая Карма Может Заразить Дом Как Пчелины Улей Так Стоп Бэт Карма Инфест Хаус Лайк Песен Ну Короче Ладно Немаш Просто проходила Тут Кормили Облака Облака И Пчелы Никак С Этим Не Связаны Это Боже Что За Слова Короче Это Попытка Убийства Наглая И Бесчестная О Это Ли Профессиональное Мнение Многоуважаемого Полицейского Это Оно И Есть А Теперь Вы Должно Быть Заметили Что-то С тех пор Как вы Были Здесь Какие-то Разногласия Между Членами Семьи Кто-то Был В каком-то Месте Где Не Должен Был Быть Или Что-то Делал С Какими-то Подустройствами Всякие Такие Штуки Я так Сожалею Но Я К большому Сожалению Близорук И Также Немного Глух На Оба Уха Вот Это Волшебник Конечно Может Просто Макияжа Надо Поменьше Накладывать Начнешь Хорошо Видеть Вот Это Волшебник Какое Недоброе Замечание Такого Хорошего Полисейского Особенно Учитывая Что Фулинг Возможно Предсказал Кое-что Что он заметил Ладно Закончим с этим Что Что-то Что-то Заметил Возлагать Надежды На Другого Человека Это Как Плевать Против Ветра Всегда Плохая Идея Удерживать Информацию От Скотланд-Ярда Это Еще Худшая Идея Ну Это Справедливая Точка Зрения Фулинг Будет Говорить Это Графиня Родригес И Что Насчет Нее Это Женщина Испанка Так И Она Говорит Другим Что Памплонский Бег Быков В Июне Блин Я знала Что Она Не Испанка Ни Хера Да И Что Не Так С Этим Памплоны В Испании Не Так Просто Людин Взгляд Что Он Нас Оживет Да Ладно Просто Представь Что Это Джонни Депп На Суде Так Какая-то Ваза Что Что О Это Выглядит Как Наполовину Законченная Записка Автор Похоже Не смог Определиться Моя Дрожайшая Зачеркнута Дорогая Мадам Я Хотела Сказать Вам Что Я Чувствую Что То Странное Пожалуйста Блин Надеюсь Тут Будет Какая-нибудь Лезбиянская История Ну Хотя Ладно Хотя Я почему Подумала Что Это Женщина Писала Это Может И Мужик Писал Пожалуйста Знайте Что У вас Есть Моя Симпатия И Короче Лучшие Пожелания Если Есть Что То Что Я Могу Я Была Была Счастлива Сделать Что Угодно Если Я Могу Быть Полезным Пожалуйста Не стесняйтесь Попросить В общем С Глубочайшей Привязанностью Искренне Ваши Бла-бла Интересно А А Че Наш Этот Никак Это Не Комментирует Ну Ладно Все Что Ли Вы Начинаете Второй Второй акт истории. В этом акте вы можете исследовать подвальные комнаты. Вы также можете захотеть взглянуть вновь на комнаты на первом этаже. Там появились новые персонажи, чтобы задать им вопросы. И некоторые, которых вы уже встречали, могут сказать вам что-то новое. Блять. Боже, Бравый, что это было? Это из направления музыкальной комнаты. Он сам туда перенесся, что ли? Убили адвоката! Нет! Только он знал код от сейфа. Нет! Цветы и небеса. Это мастер Вуд. Его глотка разорвана. И ковер... Точнее, пол покрыт следами лап. Я не знаю. Короче... Может, он говорит, что он с этим разберется? Но я не очень понимаю. Нет! Милтон Мастер Вуд мертв. Нет! Что это такое? А, это... Вступление ко второму акту ТИП. Блин, я, наверное, зря телепортировалась. Может быть, если бы я пошла пешком через все эти комнаты, было бы как-то поприкольнее. Паркер опросил, в общем, разномастную группу в музыкальной комнате. Ну, или не опросила, а глядел, ладно. На тренированным взглядом детектива. Они были все очень подозрительными. И некоторые... Те, которые не выглядели подозрительно, волновали его больше всего. Леди и джентльмены... Внимание, пожалуйста. Я главный инспектор Паркер Скоттланд-Ярды. И то, что только что случилось, это убийство. Убийство Милтона Мастер Вуда. Мэй Вендер Нотт произнесла застенчиво. Но главный инспектор, я думала, что... Кто-то сказал, что это были... Были собаки. Это были собаки, но... Они были намеренно выпущены. Блин. То есть, если бы не колокольчики, то с нами то же самое могло случиться. Разве это не так, мистер Фэрроу? А мы, кстати, с ним так и не поговорили. В общем, садовник ответил, что это так. Я просто... Что такое кеннел? Типа, как она называется, где собак держат псарню? Надо проверить. Собака Баскер. Да, псарня. Псарня или будка? Я просто отправила их обратно в псарню. В том состоянии, в котором они были. Кто-то открыл... Ворота, потому что я запирал их накрепко этим утром. Кто сделал бы такое? Ну, странно, с другой стороны, этот мужик же здесь всю жизнь тоже был. Как бы, почему собаки именно на него должны были загораться? Как бы... Очень странно. Кто мог сделать такое? Воскликнула... Роскошно одетая, видимо, женщина, дама. А, нет. Ну ладно. Вы, должно быть, Барбара Вандернот. Ответ на ваш вопрос, конечно, тот же, кто раскладывал эти смертельные ловушки по всему дому. Ну, кстати, такое себе заключение, потому что на самом деле всегда есть возможность, что преступник не один, и ловушки ставил один человек, а собак выпустил другого. А теперь... Есть ли кто-нибудь на этом острове, кроме тех, кто собрался в этой комнате? Мой сын не присутствует, Барбара Вандернот сказала с долгим вздохом. Возможно, наверное, вероятно, он в подвале. Даже землетрясение не могло бы оторвать его от работы. Франклин Эггертом? Спросил Паркер. Он ученый, не так ли? И хорошо управляется с гаджетами? А на что вы намекаете? Мэй вмешалась, ее голос дрожал. Ох, но вы правда думаете, что убийца один из нас? Убийца определенно на острове, Паркер ответил. И так как не похоже, чтобы кто-то выходил наружу, ну или был снаружи в этом шторме, это означает, что кто-то в этом доме ответственен за смерть Милтона Мастер Вудом. метить, как медленно переворачивается страниц. Бля. Зачем? Зачем ручание, если я читаю? Жилет заговорила с испуганным шепотом. Ох, нет, инспекторы вузовые. Это не один из нас. Это Гагариб. Что? Гагариб, так Гагариб. Норд говорил мне, что Кровавый Камень принадлежал африканскому племени, но пять... Блин, мне вся эта история напоминает всякие разные детективы, они просто намешали, по-моему, все известные детективы в одну. Типа сокровища Агры, там. пять представителей племени вместе планировали украсть этот камень и продать его, но вождь был так зол, что заставил шамана вложить злой дух в этот камень, а этот дух это Гагариб, и он всегда ищет мести. И что самое худшее А, Это нет. Типа чепуха, что ли, утро? А, ты же м-да. Полная чушь. Какая полнейшая чушь, прокомментировала элегантно выглядящая молодая женщина. Короче, даже не хочу думать, что такое Бундрай, но, видимо, с сухим голосом. Паркер определил ее, как Филиппу Эггертон, дочь Барбары Вандернот. Это правда воскликнул Джульетта с широко распахнутыми голубыми глазами. Вы все слышали крик, когда Гагариб совершает свою месть, он издает такой крик. И это произошло тоже когда той ночью, когда Норд умер. Вообще-то это правда, сказал Дошалот. Есть легенда вроде этой о кровавом камне. Пять представителей племени, которые украли камень, умерли определенными способами, интересными смертями. Посмотрим, смогу ли я вспомнить. А, тут будут повторяться смерти, серьезно? Да, они реально напихали все, что смогли. Все, все детективные эти тропы. первые был запуган до смерти, умер с выражением ужаса на лице. Джилетт воскликнула, прямо как Норд, у него был этот вид. А, второе, блин, как трайпсмен можно перевести нормально, блин, член племени, как, что, есть какое-то адекватное слово русское. Второе, я полагаю, был убит группой львов. О, боже. Львов не нашлось. Черноволосая красавица, которая могла быть только графиней Родригес, взмахнула украшенной бриллиантами рукой. Но в Англии нет любовь. Летит ты наблюдательная. Член хэ-хэ. Да. Собаке, сказала Джульетта, мистер Мастервуд был разорван животным. Интересно, что сказал Дошелот с... Короче, не важно. Заинтересована. Что до остальных, третий заговорщик был подожжен, четвертый истек кровью, и пятый обрубили конечности, что? по-моему, да. па-га, А-а-а-а, нет, выпотрошен. жуть какая что за смерть такие все какие-то хотя истек кровью это какая-то максимально размытая хренть кто угодно может так умереть снаружи за французскими дверьми вспыхнула молния майор джералд ган взорвался его лицо было свекольно-красным абсолютная чепуха послушайте главный инспектор когда мы выберемся с этого острова да блин а можно еще медленнее страниц переворачивать да прекратите что вы делаете зачем вы портите мне книжку когда шторм прояснится паркер ответил и этого может не произойти еще какое-то время но какая могла быть связь у мастер вуда с камнем спросил ган почему гагарип мстил ему вы же видите это все чушь да шалот согласился это так если кто-то и был связан с камнем это джералд и я мы отправились блин буш по-моему так и переводится как буш это же какие-то эти леса вот эти всякие африканские так он его подождите я думаю он его просто купил а он его он его где-то там прям добыл что ли спиздил может быть когда мы отправились с нортом когда он там собирал его фулинг заговорил и это был ваш скромный слуга я кто сказал норту о камне и представил его владельцу вот видите сказал ган если смерти связано с гагарипом то один из нас был бы жертвой а не мастер вуд барбара вандернот сказала злобно но мастер вуд оформлял эту продажу разве вы не знали они двое мухлевали с контрактами целыми днями ну да книжки читать лучше что может быть жалко кстати не было локализации у игры прикольная же и на русском было бы намного лучше тем более мне кажется такого рода игры обычно переводили у нас тем более в те годы майор ган открыл рот чтобы заговорить но ничего не сказал но никто не предполагает же что будут еще больше этих смертей спросила мэй встряхивая как нормально перевести хорошенькой головкой потрошение о боже не в мою смену паркер ответил а теперь посмотрим вот что мы собираемся делать я прошел ну в общем через первый этаж и убедился что каждая комната безопасна я хочу чтобы вы объединились по парам в комнатах на этом этаже никто не должен быть в одиночку в это время да вот по умнейши будешь меньше платить за интернет между прочим филиппа эггертон улыбнулась ему с сардоническим удивлением вы сказали пары но разве это не оставит одного из нас наедине с убийцей именно паркер сказал и из-за этого убийца не посмеет действовать так что охраняйте жизнь вашего партнера с самой величайшей заботой или вы можете быть повешенным я останусь с моей графиня родригес вызвалась первой ей нужен кто-то кто присмотрит за ней ну никто не будет наедине с моей дочерью кроме меня объявила барбара мне не волнует как вы разделитесь просто сделайте это приказал паркер и я обыщу остальной дом интересненько и надо уже заканчивать ну ладно пойдемте в подвал сходим к этому блин а может вернуться погодите а они они теперь будут все по парам там сидеть или нет о да она с садовником лол прикольно да только диалогов новых нет а с этим мы не разговариваем пресли басков мистер фэрро мне нужно поговорить с вами ну давайте тогда норд вандернот блин больше чтения зачем я пришла сюда норд вандернот какие у вас были отношения с нортом вандернотом скажите к чему вы клоните что вы имеете ввиду к чему я клоню я спрашиваю вас о ваших отношениях с вашим нанимателем ох извините думал что о боже мне кажется что-то вскроется видимо во время расследований извините просто были люди которые были известны тем что они предполагали определенные вещи о норте просто потому что он не был женат но ничего такого не было насколько я мог видеть это все слухи грязные инсинуации да очень хорошо так вы с ним хорошо ладили тогда он никогда меня ничем не беспокоил просто из-за того что он не бегал за всеми женщинами в этом доме которые бросались на него ради его денег да очень хорошо спасибо странно он ответил ну ладно короче такой себе ответ Джульетта расскажите мне о Джульетте вы оба работаете здесь уже несколько лет Джульетта вы имеете ввиду королеву шеба что она так действует что за шеба блин я только корм знаю ясно редмонд судишь людей по их лицу понятно она умна должен признать но она ведь горничная не так ли и у нее никаких надежд быть кем-то еще чтобы она не говорила а что она говорит только что она не будет горничной навсегда ну вечно я полагаю однажды она найдет мужчину который сделает для нее но лучше ей поторопиться она не становится моложе блин замразь тут нашелся смерть норд там где вы были ночью когда умер норд а что кто кто хочет знать да блин ты с инспектором скоттонтьярд разговариваешь ты вообще что ли берега попутал это полицейское расследование отвечайте на вопрос пожалуйста ну я спал в своей собственной постели вот где блин он сто пудов спит какой-то из баб возможно с этой Филиппой хотя с женщинами ли и вы слышали гагариба той ночью в джин ну если честно да я слышу хотя это наверное отдаленно скорее фэнтли вы слышали да что все слышали тоже вы слышали из своей постели на короче на основной земле послушайте это не а он же с деревни типа деревня не на острове на острове только замок находится не ваше долбанное дело ладно так вы были на острове той ночью возможно я и был но это не означает что я имел отношение к тому что он умер если вы об этом думаете это же было сердце не так ли вы не можете на меня это повесить я советую вам говорить правду с этого момента мистер фэру если вы умны вы последуйте этому совету франклин что вы думаете о франклине эггертоне видели что он делал что то странное недавно он просто постоянно ну точнее он был не в подвале чаще чем обычно в последнее время я это заметила в самом деле интересно кровавый камень вы знаете что нибудь о кровавом камне кто-то спрашивал вас о нем возможно один из гостей или кто-то в городе нет никто не собирается спрашивать меня о драгоценностях что я о них знаю а что вы знаете о них ничего я не тот кто интересуется такими вещами разве нет я короче просто работаю в саду отстаньте от него норд и женщины весело какую вы упомянули что некоторые женщины в доме бросались на норд и кто бы это мог быть да боже мой все в деревне знали что филиппа за ним бегала годами она правда уже этого не делает понятно кто еще ну блин а у него акцент кстати забавно блин а может он из не хотя нам же сказали что он родился в этой деревне я хотела сказать что может он из Уэльса дальний родственник я не назову имена но есть определенная французская горничная которая пыталась короче пробовала всевозможные способы не так ли но ни один не сработал знаете что я думаю представить не могу я думаю норд видел как его старик пошел по этому пути и он был чертовски осторожен чтобы короче пол его плаща не застряло в двери спальни если вы знаете что я имею ввиду блин интересные у вас выражения конечно блин забавный чел все таки не зря он мне понравился еще сразу он по крайней мере веселый прям как Аша так а его можно теперь о Нурте спросить нет блин нельзя но она же клеилась к Норту ничего интересного это майор мы с ним еще тоже не разговаривали о боже Михалков блин ну это вылеты Михалков прям еще рожа такая же мерзкая по-моему Михалков даже в каком-то фильме играл такого же какого-то военного иностранного майор Жералд блин стоп это разве Г тут он же был Ган ну да Ган разве это похоже на Г да инспектор что такое кровавый камень расскажите мне о вашей поездке за кровавым камнем Норд попросил меня поехать ему нужны были люди которым он мог доверять в этом путешествии так как он платил по счету я был счастлив оказать ему услугу мужчине нужны испытания время от времени не думайте я предпочитаю чтобы мои были более частыми но да сэр хорошо для крови извинящее пошло это хорошо выглядит в газетах ну или на бумаге ладно не знаю ну это было такое себе если не возражаете точнее нет я не против тяжелой работы или жары или лагеря и всякого такого ну лагеря в смысле на природе но никто не говорил мне что кровавый камень одержим призраками мне было чертовски страшно всю дорогу обратно с этими местными следующими за нами и носильщиками которые сбегали что думал норд он верил что кровавый камень проклят не он он это высмеял сказал что как только камень вывезут из Африки вся эта чушь закончится и где он теперь мертв вот где я скажу вам инспектор можете заплатить мне миллион долларов а точнее я за миллион долларов не взял бы этот камень если бы даже вы мне заплатили а когда именно было это путешествие осенью 32 боже хотел бы я чтобы я никогда не ездила в эту поездку что-то он слишком пугливый для военного когда вы собираетесь всех нас вытащить отсюда это же ваша работа не так ли так скоро как только возможно смирить они иногда конечно так разговаривают мне кажется это неуместно для англичан при должностях и титулах и все такое вы в абсолютной безопасности со мной в доме да при тебе собаки человека загрызли в соседней комнате между прочим был семья вандернот как старый друг норта возможно вы можете сказать не о отношениях с его семьей не говорил со мной особо об этом кроме одного вечера который я могу вспомнить когда я наткнулся на него в Бомбее как я припоминаю он жаловался что его мачеха это должно быть Барбара уж точно она была в общем пыталась заставить его жениться на ее дочери Филиппе конечно это все было из-за денег ну Филиппа неплохая девушка она лучше чем я ожидал вообще-то когда слышал рассказы норта но все же я полагаю если вы думаете что кто-то хочет в общем заполучить ваше поместье короче ладно лучше уже стрим заканчивайте мне уже русские слова начинают пропадать из головы а вы говорите мне что Барбара Вандернот пыталась заставить норта жениться на Филиппе ну да какое-то давление ради этого эффекта да он на это не купился очевидно очевидно другие гости можете мне сказать что вы знаете о других гостях я вам тут не особо помогу я знаю до шалота конечно мы путешествовали вместе как вы знаете я слышал что норд говорил о фулинге но я никогда его не встречал и никогда не встречал и остальных до этой недели вообще то что насчет графини Родригес норд когда-либо упоминал ее вам нет но джентльмен о таком не рассказывает он был известен тем что хорошо лазил с женщинами с следями так это нельзя назвать непохожим на него если у него был роман в Испании я бы так не подумала мужчины делают такие вещи разве не так очень интересный разговор джентль 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 держусь что могут быть проблемы определенные. Так что я и майор Ган отправились с ним. А сам Камень? А что насчет него? Это прекрасная вещь, возможно, самая красивая, которую я когда-либо видел. Такая красивая, что стала между вами двумя, а вам, вами и Нортон? Откуда вы знаете? Я не знал, пока вы это не признали. Придержите коней. Мы спорили во время поездки, но это ничем не закончилось. В общем, это было мутное дело с этим Камнем. Я думала... Точнее, наверное, не мутное, а просто там много денег было замешано. Я думала, майор Ган и я заслужили немного свою долю, но Норт не согласился. Но вы бы получили свою долю, не так ли, если бы женились на наследнице Вандернота? Я не отрицаю, что у меня есть свои интересы, но ничего незаконного вженить бы на девушке, это не ваше дело. Они все ему так хамят. Такие бесстрашные. Вдруг он обидится и посадит их по выдуманному обвинению. Ох, но было совершенно убийство. Все это мое дело. Ну, я этого не делал. И это конец разговора, насколько я это понимаю. Блин, что такое Хэйри Бизнес все-таки? Мне кажется, что это, типа, мутное дело все-таки. Можно перевести это так. Блин, они наваливают прям сюжет. Я, если честно, думала, что тут будет как бы поменьше всего, что оно как-то... Что оно более казуально будет, короче, а не тут прям... Все. Ну, невозможно посадить за выдуманное обвинение. Ну, короче, ладно, пусть будет мутное дело. Что случилось? Нам пришлось поехать на удаленную плантацию, чтобы получить его владелец. Был рад его продать. Там были какие-то члены племени, следящие за этим местом день и ночь, которые хотели эту штуку обратно. Они даже меня заставили понервничать. Даже меня капсом. Когда мы уехали с камнем, они следовали за нами. Весь путь вниз по реке. Мы... В общем, от нас ушли все носильщики из-за этого. Они были запуганы из-за гаргариба. Из-за того, что нам пришлось самим идти тащить все наши вещи 200 миль по реке. И из-за того, что мы боялись, что наши глотки могут перерезать каждую ночь, пока мы спим. Я бы сказала, что, в общем, это было темным делом. Но эти члены племени никогда не нападали. Нет, я полагаю, они просто ждали, что гаргариб сделает грязную работу за них. Мы добрались до Каира и сели на первый самолет оттуда. Я с тех пор не видел Норта или Майора Гана. Прикольно. Довольно-таки. Ладно, все, будем заканчивать на этом. Там получается еще... Кто остался, с кем говорить? Где мы... О, я хотела сказать, что мне вещи отобрали. Так, с этими мы говорили. Так, я с Барбарой еще не виделась. И она будет с дочкой, с Филиппой. Я с ней тоже не виделась. Мэй будет с графиней. С ней я тоже не виделась. А с кем будет Фулинг? По идее, он, типа, к Франклину должен пойти. Мэй будет с Апера 2 часа сюжет. Ну, блин, скачай игру и можешь играть тоже с Апера. Сколько хочешь. Вон, тут есть пазл, пазл мод. Просто играешь, сколько тебе влезет. и умираешь. Хе-хе-хе. Хе-хе. Ха-хе. На стримах посмотрим. Прошел всего сапера на стримах. Ладно. Всем спасибо, кто был. Приходите еще, если вы любите чтение книг с экраном. Все. Спокойной ночи. Продолжение следует... Продолжение следует...